наркотики забрали у меня все сама наркомания да и алкоголизм зависимость от психоактивных веществ это беда которая называется болезнью она может поразить каждого меня зовут дмитрий 25 лет я из города батайска потреблял 8 лет психоактивное вещество занимался до этого боксом очень долгое время не сдал на кандидата мастера спорта из-за своего потребления наркотики забрали у меня все меня зовут нарцесс 31 год зависимые от психоактивных веществ александр химическая зависимость наркомания употреблял я наркотики два месяца зовут алексей не 32 зависимость у меня долго длится больше половины жизни огромное значение имеет как бы желание самого человека потому что многие люди когда приходят сюда у них нет задачи бросить полностью да они приезжают на какое-то время просто взять так сказать отпуск до отпуск паузу какую-то поэтому здесь уже этому человеку не поможет там не врач не бог на президент здесь воля человека такого меня андрей зовут на 32 года наше потребление разных психоактивных веществ более 10 лет у меня высшее образование заканчивал кубанский государственный университет юрист окончил в 2010 году его спич потом я устроился на работу работал на государственной службе довольно престижной потому шел в коммерческую сферу юности когда получал высшее образование спортом занимался довольно усердно определенные достижения были в этом плане получился такой пиковый момент когда из-за потребления просто не вышел на работу несколько дней выключил телефон променял это но получение удовольствия получил огромные последствия в плане самочувствия то есть было крайне нехорошо множество дней просто там сидел дома перевариваться все там приходил себя понял что помимо того что мне какая-то светская программа лечения нужно или медикаментозного но я попробовал бы это сделать через веру поскольку человек верующий да ну на таком базовом этапе замечаем фундаментом твердом философии программы нашей организации является православное вероучение православие прийти там к осознанию себя может быть как-то там посмотреть на мир по-новому может быть мне это поможет да избавиться от этих страстей греху зависимости прочь и было сложно да там сказать что готов потратить какое-то большое количество времени мы все хотим таблетку чтобы это помогло за раз там за раза кодировался за раз пошел прокопался цара сказал себе нет я больше не буду не всегда помогает здесь нужен и врач обязательно беру на поток и потом психолог социальный педагог и обязательно освещение тогда на выходе будет эффективный результат то есть часть это мирская программа она основана на изучении психологии зависимость часть это программа православная но у меня там скажем не было опиумной зависимости но я в жизни попробовал очень большое количество наркотик это не порадуешься глядя на море выйдя там из дома да не порадуешься солнце ты можешь поехать в париж куда-нибудь с девушкой в отпуск она будет ходить мимо эйфелевой башни или по елисейским полям сидеть в ресторане получать неимоверное наслаждение а ты будешь просто ходить и думать что вот если бы ты сейчас употребил вот тогда бы тебе этот вид понравился потому что так тебе все равно тебе что дома посмотреть на здание сера что там на эйфелеву башню пустить себя господа это очень важно здесь много по этому поводу изучаем у тебя это все трансформируется по своей голове хочешь ты или не хочешь таинство церковное как то причастие до принять себя частицу господа ну через хлеб через вино вот то это все но мы делаете да спокойно мы должны говорить о том что мы совершили потому что зависимый человек он что совершал гадости в своей жизни и мы сидим да и мы здесь все протрезвели мы понимаем что же я блин наделал вот это ну внутри от этого нехорошо мы все люди да опять же скажу есть отдельно человек есть отдельно зависимость болезнь когда они вместе это нехорошо но человек отдельно от болезни нильцы зачастую это неплохой человек зачастую это хорошие нормальные адекватные люди ну которых как бы так на них влияет такой синдром становишься социальной нормой конечно теряется вот и нам нужно да нам нужно исповедаться нам нужно сказать об этом что мы искренне покаялись причаститься как вода в духовное состояние стабилизировать нахождение в центре это однозначно огромный плюс это очень сильно помогает наша организация выполняет свою деятельность вас по трем основным направлениям первое это реабилитация и ресоциализация лиц попавших в зависимость от психоактивных веществ второе направление это работа с семьей работа с родственниками и третье направление это профилактические мероприятия среди молодежи то есть это школы это институты это техникумы говорится легче предотвратить чем потом уже лечить свою деятельность наша организация осуществляет с использованием гранта президента российской федерации на развитие гражданского общества и благодаря этой финансовой поддержке мы смогли привлечь профессиональных специалистов это повысило качество нашей реабилитации и улучшила показатели первую очередь бы из телефон доверия на который поступает звонок есть первичный консультационно-мотивационный центр есть первичный кабинет психолога он принимает то есть ну все зависимых зависимых для того чтобы понять степень мотивации готовности на прохождение реабилитации если ему нужно то есть медицинское ну очищение до организма затем собираются определенные справки то есть это вечно гепатит флюорография чтобы мы понимали то в каком состоянии и справка от врача нарколога и психиатра и затем по мере подготовки до человека объяснения ему правил всех нахождение в центре принимать решение о помещении вовсе заключаться трехсторонний договор то есть это организация с одной стороны со второй стороны это сам воспитание к с третьей стороны того сын как бы мы сейчас именно больше всего обращаем внимание на работу с семьей потому что вообще эта проблема она кроется кроется в семье очень важен там правильные там отношения жены отца матери дедушки бабушки после того как человек прошел пульс реабилитации вот эти действия деструктивные отношения семьи сохраняются это 90 процентов будет срыв поэтому когда человек проходит реабилитацию в нашем центре параллельно идет работа с семьей очень плотно сегодняшний день нет какого-то постоянного государственного финансирования то есть есть это частные лица благотворители которые помогают то продуктами там например нас есть пятом хлебозаботном договоренности они то есть нас обеспечивают хлебом еженедельно уже в течение пяти лет кто-то дает продукты да слава богу сейчас есть вообще гранта раньше этого не было но как-то мы выживали здесь как бы две проблемы одно дело финансирования а другое дело как бы помещение где мы будем находиться вот это помещение но к сожалению она арендована да на те финансы которые выйдет у гран президента но здесь можем разместить на максимум 15 человек вот а куда остальные видеть первый этап это реабилитация самый такой инкубационный сложный период есть ресоциализация это вторые полгода если человек прошел год это уже 90 процента можно считать что человек полноценно прошел курс реабилитации у нас есть даже договоренность сейчас одним из предприятий в городе краснодаре это завод металлоизделий директором но будет договориться что он будет успешно прошедший реабилитацию возможно у которых и желание трудоустроиться туда или обучиться на одной из одной из профессий фрезеровщик сварщик и одиннадцать институтов которые так же в городе это экономический институт там с директором мы заключили договор о том что те люди которые прошли реабилитацию и изъявили желание могут получить образование разного характера экономическое и юридическое бесплатно церковь православная она не отрицает определение болезни но на его более углубляет и более раскрывает и говорит что помимо от болезни это является еще и страстью то есть человек который начал наркотизацию он какой-то степени все-таки осознает к чему может привести вот именно его употребление плюс сформирующаяся зависимость она толкает на человека на более тяжкие грехи там это воровство проституция различные обманы и так далее и так далее поэтому вот именно церковь рассматривает вот это явление как бы с двух сторон с одной стороны это болезнь с другой стороны это греховная страсть и именно в церкви есть лекарство то есть это первую очередь молитвенное правило это таинство это участие в исповеди причастие это постоянные духовные беседы со священником именно при таком подходе есть случаи и церковь их знает полнейшего освобождения исцеления вот этой страсти и 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